В поле зрения весны были случаи, это очень характерно для тех дел, по которым назначается смертная казнь. Был такой уже расстрелянный Михаленя, Алексей, по-моему, или Александр Михаленя. Он освободился из мест лишения свободы, отбывая там наказание в виде лишения свободы за убийство именно. И он там пробыл очень долгое время, и он освободился, и не прошло там пары месяцев он опять совершил убийство. Причем, когда изучали его данные о личности, то в колонии он характеризовался очень даже неплохо. То есть там он жить умел, а вот жить на свободе его никто не научил. И когда он освободился, вот он опять совершил преступление. Можно было предотвратить это преступление, но я считаю, что да. Если человек практически вырос в колонии, он сел, когда ему было там то ли 18 лет, то ли несовершеннолетним вообще, и освободился уже взрослым человеком. Если бы его научили жить на свободе и жить правильно, то, ну, очевидно, не произошло бы всего этого. Вот так он вернулся в ту же самую среду людей, там, несколько социально дезадаптированных. И как-то вот попытался жить так, как ему считалось возможным. С нарушениями каких своих прав к вам обращались заключенные? Ну, вот у нас был один заключенный, который, он такой достаточно активный парень. Он получил инвалидность в период нахождения в местах лишения свободы. И инвалидность он получил на производстве, потому что, ну, как он был уверен в том, что это были недостатки оборудования. То есть он работал на каком-то там старом переделанном станке, там что-то отлетело и снесла ему полчерепа, деталь. И вот он прошел, после того, как он освободился, он прошел там вот эту вот всю процедуру ресоциализации на наших глазах буквально. То есть он вернулся в Минск. У него здесь нет ни жилья, ни места, где жить. Он начал устраиваться вот в этот приемник, приемник, как он сейчас называется, дом ночного пребывания. Для того, чтобы устроиться в этот дом ночного пребывания, надо пройти медкомиссию, надо там еще что-то какие-то. Короче, сделать кучу разных, очень важных, наверное, действий. Но это хорошо, что вот этот парень, он был как-то мотивирован, и он не употреблял алкоголя, он был со светлой головой, скажем так. И вот он упорно там прошел все эти требуемые процедуры, получил регистрацию и начал искать работу. Искал, искал он эту работу, и, конечно же, он ее, хорошую, нигде не нашел. Он нашел где-то на каком-то предприятии, предприятие, частная организация, которая набирала на совершенные какие-то копейки заработка людей, в том числе бывших осужденных, и они согласились взять его вот с этой инвалидностью, но платили они ему там какие-то вот минимальную зарплату, совершенно минимальную, в том смысле, что минимальную, что меньше уже некуда. И при этом он работал физически там что-то, копал, грузил. И он какое-то долгое время работал там, и пока был в поле зрения, и как-то вот старался найти себя в мирной жизни. Ну и я скажу, конечно, что, ну очевидно, это ему было трудно, потому что когда человек не получает зарплату нормальную за свою работу, а найти работу, где бы платили нормальную зарплату, он не может, то, ну, конечно же, у него первая идея это пойти воплотить там в жизнь какие-то свои другие навыки. Но в конце концов, этот вот парень, он уехал из Белоруссии в Россию. С какими нарушениями своих прав к вам обращались бывшие субъекты? И что касается нарушений, нарушений, ну вот по сути это и есть, ну, с ним вроде бы все поступали по закону, но почему-то вот это вот законное, так сказать, законное осуществление всех прав и задач, оно по итогу не давало того результата, который должен был он получить. Я понимаю, что, конечно, его там не должны были встречать здесь цветами и там вести за руку по жизни, но какие-то минимальные, простые и доступные гарантии он мог бы получить. То же самое жилье, не проходя там кучу разных этих вот сложных процессов, там вот в частности им, когда они восстанавливают документы, им надо заплатить госпошлину. Это какая-то для обычного человека, который вот имеет работу, жилье и все остальное, она небольшая. Но для вот этих вот людей, которых освободили из колонии и дали там остаток денег, несколько рублей буквально и билет для проезда, то для них это сумма неподъемная. И они иногда и остаются на улице и без документов только потому, что не смогли вот эти вот первоначальные какие-то расходы понести. Вот возвращаясь к тому же человеку, о котором я говорил, поскольку у него была регистрация временная, то оказывается у центра занятости нет обязанности его трудоустроить. У них есть только обязанность предоставить ему там список вакансий, которые есть на данное время. Ни на какие там пособия по безработице он не может рассчитывать, например. Обязанности трудоустроить его нет, одним словом. А таких же очень много. Не все возвращаются там в семью, которая их ждет, к друзьям, которые там готовы сразу их взять и повезти там не в ресторан, не в подворотню, а на работу. Опять же, это вот мы когда говорим о ресоциализации, то почему она вообще нужна? Потому что когда люди попадают в места лишения свободы, они теряют социальные связи. А почему они теряют социальные связи? Потому что это начинается вот с того времени, когда человек попадает в СИЗО. Он попал в СИЗО, он сидит там 3-4 месяца, он не видится со своей семьей. Почему он не видится? Потому что следователь считает, что это нецелесообразно. А как это может помешать расследованию, например? Или расследование уже закончено, идет ожидание суда или процесс суда. Опять же, семья не может увидеться со своим родственником, ну, родным, близким. Как это может отразиться на процессе правосудия? Да никак. А вот в этот момент начинают рваться социальные связи. Друзья не могут прийти, поговорить с этим человеком, сказать ему там, что «Успокойся, дружище, ты не волнуйся, возвращайся, мы тебе найдем работу». Человек теряет социальные связи еще до попадания в места лишения свободы. Когда он попал в места лишения свободы, они еще дальше, там все, что осталось, рвется. Например, свидание. Ну, допустим, там, если речь идет о каком-то общем режиме или усиленном, то теоретически успешный заключенный, у которого там нет проблем, он имеет там несколько краткосрочных, несколько длительных свиданий в год. Краткосрочные свидания. Ну, вот сейчас их начали вследствие ковида заменять разговорами по средствам связи. Раньше этого не было. То есть для того, чтобы поговорить там час-другой с человеком, его семья должна была собираться, ехать там через... за 300 километров, а то и больше, проходить там все эти прелести общения с администрацией и вот через стекло там поговорить со своим близким, родным. Сейчас, кстати, и этого нет, потому что карантин. Ну, есть, так сказать, вот такие квазисвидания по видеоконференции, там, скайп или еще что-то. Длительное свидание только у супругов. Ну, или можно еще привезти детей. Это один, два, там, три раза в год. Это как-то поддерживает социальные связи? Да никак. А если это не супруги, если это просто, там, люди, которые жили вместе? Я уже вообще молчу про ЛГБТ. На ваш взгляд, почему до сегодняшнего момента никто на уровне наших депутатов не поднимал этот вопрос? И в чем здесь проблема законотворчества? Почему никто не может вот эти вот замечательные предложения воплотить в одном документе? Ну, потому что, во-первых, начать с того, что вот мы, я вот лично с 2011 года борюсь над тем, чтобы к заключенным относились как к человеку, к заключенному относились к человеку со всем тем комплексом прав и свобод, которые есть у всех остальных людей. То есть он заключенный и освобожденный заключенный, он такой же человек, как все остальные. До сих пор и мы, вот и я, и мы, коллеги мои, мы пытаемся эту идею продвигать на всех направлениях. Объяснять людям, что заключенный – это не человек, которого надо там поразить в правах. Заключенный – это не человек, который там должен мучиться, потому что он совершил преступление. За то, что он совершил преступление, его лишили свободы. Все на этом. Он не должен там мучиться, не доедать, не досыпать или еще что-то делать. И только через какое-то определенное время мы начали чувствовать какую-то обратную связь от людей, что люди начали осознавать эту идею в целом. Потому что до этого бытовала идея, и сейчас она во многом еще все-таки осталась и имеет место быть, что заключенный сам виноват во всех своих бедах. И что есть там гораздо больше других, вернее, есть другие категории людей, которые нуждаются в помощи, опеке, поддержке. Есть такие взгляды, что вот давайте мы лучше поможем пенсионерам, давайте мы лучше поможем инвалидам, а заключенные – они сами виноваты, а заключенные – они молодые, пускай сами пробиваются. Ну, по-разному это все видится. И я думаю, что это то же самое происходит и в умах депутатов. Ну, начать с того, что, во-первых, у нас депутаты не являются органом законотворчества. У нас, если я правильно информирован, то за относительно длительную историю существования Национального собрания и Палаты представителей один или, ну, явно, не намного больше, чем один законопроект был предложен для рассмотрения, подготовленный именно депутатами. В основном органом законотворчества являются органы исполнительной власти. То есть Совмин готовит какой-то законопроект, который он считает необходимым, и предоставляет вот этому техническому органу, Национальному собранию его на утверждение. Ну, так, если схематически об этом говорить. И, ну, вот, исполнительная власть не видит в этом какой-то проблемы. Не считает, что эту проблему надо как-то брать и концентрированно решать. Они считают, что они все сделали для того, чтобы поддержать заключенного. Вот, например, это я вот так сказал как-то там в начале, что есть норма, которая позволяет получать предприятиям компенсацию за использование труда заключенного. Что это означает? Это означает, что если предприятие берет на работу бывшего заключенного, и этот бывший заключенный не нарабатывает на минимальную зарплату, то предприятие ему выплачивает минимальную зарплату, а от бюджета получает компенсацию за эту вот разницу между фактически выработанной какой-то продукцией и оплаченной. То есть о чем это идет речь? Это речь идет о копейках, по большому счету. Заключенному вот придумали, что можно гарантировать минимальную зарплату 300 рублей с небольшим. И предприятию предлагают доплатить там 20, 30, 50 рублей, если заключенный не наработал на них. А кому это надо вообще? Я еще представляю, насколько это непросто оформить и получить эти деньги. Их делая. - - Продолжение следует...